Всем привет, ребят, с вами дядюшка Али Шоу! Сегодня у нас новая подборка самых крутых и интересных вещей с нашего любимого Алиэкспресса. Подборка получилась правда интересной, так что присаживайтесь поудобнее, и вас ждет целых 20 минут товаров с Али. Ну а также для моих подписчиков в конце видео конкурс на новый смартфон Samsung Galaxy A11, который любой из вас может выиграть бесплатно. Ну а теперь жмите лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и погнали! Рыбный трофей Настроение песен, а настоящий трофей так может? Я так не думаю. Наверное, практически у каждого в детстве была своя игровая приставка. А может быть, у кого-то они даже сохранились и по сей день. Вот я напомнил, а вы, скорее всего, погрузились в пучину ностальгии. А что, если взять и вернуть старые добрые времена, но в уменьшенном формате? Только посмотрите на эту совсем малюсенькую приставку. Да, у нее джойстики размером с монетку. Ну что за прелесть! И несмотря на свою явную игрушечность, тем не менее, это самая настоящая приставка, которая поддерживает некоторые предустановленные игры. И при должной сноровке поиграть в нее можно не только в одиночку, но даже вдвоем с другом. И хотя установлены в ней только самые простейшие аркадные игры, даже именно, мой взгляд, можно увлечься на долгих пару часов. Ого, посмотрите на это крутецкое кольцо! Оно просто невероятно! Да, на Алике есть реально топовые вещи. К примеру, это умное кольцо. Кольцо, кстати, нужно подзаряжать. Зарядка на него выглядит примерно как зарядка на часы Apple Watch, но немного иначе. Кстати, к такому кольцу даже предусмотрено приложение, чтобы отслеживать различные параметры. Колечко выпускается в различных цветах, но его главная особенность – минималистичное оформление. Ничего лишнего, но оно все равно выглядит мега стильно. Цена, конечно, немного кусается. Расценка варьируется от 300 до 550 баксов. Даже не знаю, что тут еще можно добавить. Кольцо замечательное. А мы идем дальше. Не будем тянуть. Эти когти на ботинке могут быть полезны не только при походе в горы, но и порой даже в городе. Эта зима выдалась особенно холодной и снежной, и добираться из точки А в точку Б по скользкому стылому льду – удовольствие такое себе. То ли дело вот с такими мощными шипами. Хотя, конечно же, для городских прогулок оно вряд ли будет удобным. Ведь стак и асфальт можно продырявить, а дороги у нас и так не всегда ровные. Но для зимнего экстремального похода куда-нибудь на заледенелые вершины в самый раз. Сделаны они, судя по всему, из какого-то металла и снабжены шелковыми шнурками, которыми и крепятся к ногам поверх ботинок. Есть здесь те, кто так же, как и я, терпеть не может резать торты? Напишите в комментариях, если вы такой же. Это постоянная возня с тем, чтобы нарезать все на ровные куски, проследить, чтобы торт не развалился и в целом добрался до вашей заветной тарелки. Слишком уж много мороки для небольшого десерта. Особенно если чай уже остывает, а вы все возитесь. На спасение нам придет вот такой вот специальный нож для торта. Он поможет отрезать от тортика идеальный треугольный кусочек. Да к тому же специальная лопаточка открепит его от подставки и придержит, чтобы с легкостью донести до тарелки, не потеряв ни кусочка. Итак, открывает ролик у нас прекрасный складной нож, который точно вам понравится. Он безумно удобный, хорошо лежит в руке за счет своей формы. Нож можно носить в кармане абсолютно безопасно, поскольку в свернутом варианте у него нет каких-либо острых граней. На самом деле я не фанат ношения чего-нибудь для самообороны, однако такой нож вполне себе подойдет для этих целей. Он очень быстро развертывается, что тоже какой-никакой плюс. Дизайн у ножа вполне себе минималистичный, с ним не стали заморачиваться. Но как мы уже поняли, производители нехило заморочились с самим ножом, сделав его максимально удобным. Перед тем, как мы продолжим, хочу рассказать, как я покупал себе iPhone 14. Стоит он немало, еще и не везде его можно купить. Поэтому я начал думать, как же получить этот смартфон, не потратив на него огромную сумму денег. Нашел его на своем любимом Али, но тут он стоит также немало. Но знаешь, что выход из этой ситуации есть? Это сайт сюрприз боксов Crazy Box. На нем ты можешь забрать любой телефон в десятки раз дешевле, чем в обычном магазине. Свою погоню за телефоном я начал с бесплатной коробки, но он мне, конечно же, не выпал. Зато получил игровые наушники. Тоже неплохой приз, учитывая, что коробка-то бесплатная. После этого пополнил баланс на пару тысяч и открывал коробку смартфонов. С нее мне выпадало много разных вещей. Объектив для смартфона, светодиодный чехол, игрушечный телефон. И все это по несколько раз. И когда уже надежды совсем не было, на последние деньги мне наконец-то выпал долгожданный айфон 14 стоимостью 70 тысяч. Я был нереально рад и поначалу даже не верил, что это произошло. Но потом, конечно же, заказал приз себе домой. Итого, что мы имеем? Потраченные пару тысяч превратились в новенький 14-й айфон. Неплохой обмен. Если хочешь также экономить на гаджетах и получить топовый смартфон, переходи на Crazybox по ссылке в описании и забирай свой приз. А по промокоду из описания сможешь получить плюс 150% денег при пополнении баланса. Промокод и ссылка в описании. Ух, я помню время, когда спиннеры были на пике своей популярности. Тогда все как будто рехнулись, скупали эти игрушки. Да, было же время. Так что мешает нам освежить память и посмотреть на крутецкий спиннер? Перед вами спиннер в виде снежинки. Игрушка изготовлена из нержавеющей стали, так что она очень и очень прочная. А изюминка в том, что такой антистресс заменит вам целую коробку инструментов. На концах у снежинки находятся различные насадки для отвертки, ключи. Если бы я наткнулся на эту штуку раньше, то мог бы хорошенько сэкономить на инструментах. Этот робот – отличная альтернатива для тех, кто мечтает о домашнем питомце, но по каким-либо причинам не может его завести. Будь то аллергия или строгие соседи, больше не будут иметь значения с этим милашкой. Управляется он с помощью специального приложения на вашем смартфоне. И помимо всего прочего, у него даже предусмотрена камера. На, если можно это так назвать, на голове. Механический дружок выполнит запрограммированные команды и даже скорчит небольшую гримасу на экранчике. Ну чем не любимый домашний питомец? И выслушает, и развлечет, и выгуливать не надо. А с кормежкой все просто. В комплекте предусмотрено зарядное устройство. А для следующей вещицы нам потребуются дополнительные обычные батарейки и вода для мыльных пузырей. Которую необходимо будет залить в специальный резервуар. Потому что да, этот мальчик со спущенными штанами собирается как следует пропердеться мыльными пузырями прямо вам в нос, как только вы его включите. Вот такая вот беспардонная, но забавная находка. Отличное дополнение к подарку для лучшего друга, не иначе. И самое крутое, что все это действие будет сопровождать веселая музыка и звуковое сопровождение. А детский заливистый смех этого мальчишки безоговорочно поднимет настроение. У любого фокуса есть разгадка. Естественно, у фокуса с бутылкой она тоже есть. Кто не понял, фокус состоит в том, что ключ магическим образом проходит через горлышко бутылки. Хотя по своим размерам сделать это не может. В общем, этот крутецкий ключ можно складывать. Ну, то есть, складываются места, которые не проходят через горлышко. А сам ключ выглядит максимально обычно. Скорее всего, вы даже не заметите подвоха. Я бы был в недоумении, если бы увидел такой фокус. Блин, всегда удивляюсь, насколько же простая разгадка у странных загадок. Ну ладно, давайте не будем тут особо задерживаться. Идем дальше. А вот задачи свои справляются на ура. Подобно степлеру, он спаивает пакеты, не давая им больше раскрыться. А когда процедура будет завершена, позволит отрезать лишнюю часть. Вот такой вот маленький помощник по содержанию всяких сыпучих вещей на кухне в полном порядке. Устали от того, что кот хочет играть, но вообще никак не реагирует на мячики? Решение есть. На Али можно найти вот такое чудо, которое ваш котик точно оценит. Чирбли. Это интерактивная умная игрушка, которая самостоятельно развлечет вашего питомца. По-моему, это очень круто. Яркий мячик точно привлечет внимание котика своим внешним видом и действиями. Прикиньте, игрушка автоматически вращается. Уверен, животное заинтересуется этой вещичкой. Кстати, в комплекте идет кабель, чтобы вы могли подзарядить мячик. Что ж, вынужден признать, что мячик невероятно классный. А вот это прикольно! Посмотрите на эту музыкальную штуку из дерева. В общем, сама конструкция деревянная, а снизу расположено что-то вроде ксилофона. 7 отдельных брусков, каждый из которых является какой-то нотой. Чтобы сыграть какую-либо ноту, нужно вставить черную штучку в деревянный крутящийся барабан. Черная деталька обязательно заденет место, которое и заставит палочку опуститься на нужную ноту. Звучит очень тяжело, но по факту все просто. Чтобы понять, нужно просто посмотреть на этот процесс. Вообще-то прикольненькая штука. Облегчаем жизнь и вам, и вашим комнатным рыбкам с нашим следующим предметом в этой подборке. Я бы назвал это самым настоящим роботом-пылесосом, только для аквариума. Действует он максимально просто, крепится к стеклу, а в приложении устанавливается чистота уборок. Вплоть до того, что можно даже время выбрать, когда ваш аквариум будет чиститься. И когда придет назначенное время, это маленькое устройство начнет все неспешно убирать, гуляя по стеклу, так же, как это делает робот-пылесос. И все, больше никаких еженедельных уборок аквариума, перемещения рыбок в банке, лишь чистота и порядок. Устали от того, что у вас постоянно пытаются списывать? Тогда настал час защитить свою территорию жесткими методами. И ручка-боксер в этом будет только в помощь. Всего-то понадобится нажать на специальный рычаг у него на спине. И вот ваш верный защитник личного пространства уже рвется в бой своими маленькими пластиковыми кулачками. Главное стоит учитывать, что у ручки есть небольшой динамик, который воспроизводит различные звуки. Но думаю, если необходимо отстаивать территорию тихо, то отключить это дело можно. Скорее всего, просто извлечь батарейку и все. А если говорить о самой ручке, то она самая обычная. На мой взгляд, шариковая и к тому же с черными чернилами. Словом, самая универсальная ручка с дополнительными бонусами. Посвящаю эту машинку всем любителям диких джунглей или сафари. Потому что только глядя на нее, уже появляется ощущение палящего яркого солнца. У этого мини-джипа просто невероятная детализация. А по размерам он больше, чем кажется на первый взгляд. На таком точно можно покатать плюшевую мишку. А может даже и собаку. Главное, не забывайте пристегиваться и пристегивать пассажиров. Насколько быстрый этот монстр, я сказать не смогу. Но одного вида на его двигатель хватает, чтобы понять, что это чуть больше, чем обычная игрушка. Да и согласитесь, выглядит все это ну очень круто и брутально. Прям таки вижу, как слепит глаза солнце, а горячий ветер бьет в лицо и развивает волосы. Парни, мужчины, так сказать. Те, у кого есть авто. Ну или те, кто берет авто у батя. Тут я нашел такую классную мойку. Но не простую мойку, а мойку для днища вашей тачки. Вы вот по бездорожью или грязи погоняли. Сверху тачку обдали водицей. А под машиной грязь навалом. И с помощью такой миниатюрной мойки вы с легкостью отобьете всю грязь. И сохраните в целости все детали кузова, которые со временем от этой грязи приходят в негодность. Полезная вещица. Да и стоит приятно. Чего не воспользоваться годнотой. А вот практичность следующей вещи, на мой взгляд, очень спорная. Да, на первый взгляд, это крутая вешалка-вентилятор в одном флаконе. Повесил на крючок свою сумку, зонтик или куртку, а вентилятор тебя обдул. Высушил волосы после снега или дождя и смахнул пыль. И подзарядка ему, как я полагаю, не нужна. Действие лопастей вентилятора исключительно механическое. Вот только вентилятор не будет крутиться все время, пока ваша вещь висит на его крючке. А не больше минуты. После чего останавливается. Хотя, может быть, как раз таки вам и не нужно, чтобы он крутился дольше. Словом, выносить вердикт, практично это или нет, предлагаю вам. Обязательно напишите в комментариях. Продолжаем нашу подборку еще одной головоломкой. Только на этот раз на фруктовую тематику. Любители кубика Рубика, что вы скажете, если я скажу, что этот банан тоже своего рода кубик Рубика? Да-да, я удивлен не меньше вашего. Легче он собирается или сложнее, я, конечно, подсказать не могу. Но разнообразить сбор головоломок сумеет наверняка. Вращаются детали у него так же легко и просто, как и у обычного кубика, хотя иногда и с заеданиями. Но лично мне в нем нравится то, насколько он яркий. Ну а как же иначе, ведь это же банан. В общем, пара часов занимательной и яркой головоломки вам точно обеспечена. Бесит всегда быть тем, кто раздает карты в очередной партии вуна или дурака. Тогда следующая вещь точно для вас. Это у нас автоматический раздатчик карт. Работает он достаточно просто. Подключаешь в сеть, настраиваешь количество игроков и карт с помощью кодов, которые указаны в инструкции, и запускаешь. Главное не потерять конструкцию до того, как вы все запомните. Иначе все время, отведенное на игру, вы с друзьями потратите на настройку этого чуда-робота. Но на всякий случай дядюшка Алишел подскажет. Первая цифра – количество игроков, а вторые две – количество карт. А эта штука точно понравится тем, кто хочет удивить своих друзей. Это водопад. Совсем небольшой такой, домашний. Кстати, это маленькое чудо гоняет не просто воду, а что-то другое, что дает эффект дыма. Вот там внизу идет что-то вроде дымка, видите? Эта вещичка реально классная, точно дополнит интерьер или изменит его в лучшую сторону. Выглядит завораживающе. Эта штука, которая отлично подойдет, чтобы просто позалипать вечерами, думая о чем-нибудь приятном. Именно у владельцев чего-то подобного всегда спрашивают, где они взяли эту вещь. Если вам хочется быть тем самым владельцем, то вперед! На просторах сети есть даже такая необычная рогатка. Уверен, она понравится не только детям, но и взрослым. Ведь из нее безумно просто стрелять. Вообще, она выполнена в виде черного шарика с оранжевой вставкой. Пластиковая вставка нужна для того, чтобы держать конструкцию. Кроме того, через нее проходит черный шарик при выбрасывании пульки. Ну и сама технология стрельбы предельно проста. Кладем пульку, оттягиваем черную часть и отпускаем ее. Все просто. Так что рогатка годная. Не знаю, чем конкретно она лучше обычной рогатки из моего детства. Но она аж реально прикольная. Случалось ли у вас такое, что вы что-нибудь просыпали на клавиатуру? После таких инцидентов клавиатуру ноутбука необходимо прочистить. Но как? Вопрос. Предлагаю решить эту проблему вот этим крутецким пылесосом с Алика. У этого чуда целых две насадки, чтобы вы наверняка смогли почистить вашу клавиатуру на совесть. Возможно, такой пылесос пригодится мастерам маникюра, чтобы собирать ногтевую пыль. Плюс этой штуки в том, что она компактная. Хранить эту вещь можно даже в самом маленьком ящичке. Как говорится, маленькая да удаленькая. Мы говорили про чехол банан, и твой любимый дядюшка Али Шоу решил не останавливаться на этом. Поэтому вот вам и банан-телефон. И пусть вас не смущает его банановая форма. Это самый настоящий телефон, по которому можно с кем-то поговорить. Он оснащен как микрофоном, так и динамиком, а также кнопками для принятия вызова и его завершения. А вот кнопок для набора номера что-то не нашлось, так что позвонить с него не получится. Но и это не беда, ведь этот бананчик можно подключить к вашему настоящему смартфону по Bluetooth и звонить кому-то уже через него. А креативность окружающая уж точно оценит. География интересная штука, если правильно преподнести науку. К сожалению, далеко не всегда это удается сделать, и дети полностью теряют интерес. Предлагаю посмотреть на вот такой классный глобус из лего. Если бы мне в детстве предложили изучить материки на лего-глобусе, я бы наверняка бросил все и пошел рассматривать континенты. Кстати, они тут даже подписаны. Сам глобус выглядит просто прекрасно и необычно. Он собран из каких-то одинаковых квадратиков, что смотрится намного интереснее мелких деталей. Уверен, такой глобус точно захотят приобрести родители деток дошкольного возраста. Ну или просто те, кому хочется добавить чего-то необычного в свой быт. Я бы мог сказать, что эта селфи-палка идеально подошла бы тем, кто собирается снимать мукбанг, и даже хотел уже объявить, что Али Шоу теперь тоже станет мукбанг-шоу. Но все-таки опомнился и решил, что уж больно это будет неудобно. Кушать с такой селфи-палкой ложкой и снимать что-либо одновременно. Да и как же я оставлю вас, дорогие мои друзья, и перестану делиться с вами крутыми подборками. Вот именно. Поэтому давай лучше рассмотрим эту селфи-палку поподробнее. С одной стороны, при должной аккуратности хорошее видео на нее все-таки получится снять, а вот есть ложкой с такой длинной ручкой удобно вряд ли будет. Но как вариант для того, чтобы разнообразить свой метод употребления, тех же самых хлопьев с молоком вполне даже подойдет. Ух, какая же реалистичная маска! Просто посмотрите, насколько она детализирована. Каждая мелочь была учтена, боже! Огромное преимущество маски в том, что в ней очень хорошая видимость. Кроме того, черную часть с глазами даже можно вынимать. Звук в ней почти что не искажается, что тоже здорово. Мне очень нравится, насколько потрясающе выглядит маска. Это просто шедевр! Я не фанат Дэдпула, но маска реально получила зачетная. Что ж, давайте не будем здесь задерживаться и едем дальше. О, безумно практичная штука, мне такая точно нужна. С виду обычное сито, но это не совсем так. Да, окей, вы можете промыть в нем листья салата, однако прикол не в этом. Вы можете раскрутить эту посудину вместе с содержимым так, что листья салата нарежутся без вашей помощи. Как раскрутить эту тару? Да очень просто. Сверху есть такая зеленая штучка, что-то вроде своеобразного рычага, который двигается вверх и вниз. Нужно нажать на него несколько раз, чтобы привести это сито в движение. Это выглядит достаточно круто. Вроде такая штука даже может пригодиться на вашей кухне. Так что я бы задумался о приобретении. А эта маленькая коробочка станет просто идеальным дополнением стробоскопу, о котором я рассказывал ранее. Стоит подключить ее к питанию и динамику, и вот вас, да и всю улицу заодно уже оглушила полицейской сиреной. Как и у настоящей сирены, у этого аналога также есть несколько режимов звука и небольшая рация в комплекте. Так что весь этот комплект может с точностью воспроизвести указания, а то и преследование стражей закона. Для съемок какого-нибудь кино в самый раз. Мир уже давно сошел с ума с кроксами. Кто-то придумал вот такие светильники для обуви. Вероятно, они могут пригодиться, если вы захотите выйти ночью погулять. Светильники представлены в трех цветах – белом, черном и красным. Кроме того, они водостойкие. Ну ладно, на самом деле выглядят очень прикольно. Возможно, я бы не купил себе что-то подобное, но раз придумали, почему бы не посмотреть на них? Окей, тут больше сказать нечего. Ребят, ну вот и подошел этот ролик к концу, но у нас еще остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy A11. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, и ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя. А в предыдущем конкурсе победил Вадим Иванисов. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok